Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава Евангелия от Иоанна Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет 14, 15, 16 Вот как-то их проскакивают обычно, когда читают Евангелие Ну судите сами, вот только что у нас Тайная вечер состоялась, да? Уже Иуда отправился для того, чтобы подать сигнал и предать Иисуса Скоро состоится его арест Вот самое время несколько длинных речей вставить, да? Вот когда мы ждем напряженно, мы уже знаем по синоптическим Евангелиям Иоанн же писал после синоптиков, после трех остальных евангелистов Мы уже знаем, что произойдет И нам интересно, как это опишет Иоанн, вот что он отметит А он вместо того, чтобы двигать действие вперед, длинные речи вводит Странно, правда? Но ничуть не странно, если задуматься о цели этого Евангелия Он дополняет синоптиков, да? В чем-то даже может пытается исправить Вот он подчеркивает, например, что распятие произошло в пасхальный именно день А не накануне, как, может быть, это выглядит в других текстах И смотрите, вот речи, которые произносит Иисус Они в последние часы его пребывания с учениками, да? Вот можно сказать, что на самом деле все, что было до сих пор Это в каком-то смысле подготовка учеников к этим речам Вот он говорит все самое главное И говорит уже без возможности что-то потом дополнить, объяснить, уточнить Вот что он сейчас скажет, с тем они и останутся Это очень важная речь Ну и я напомню, 13-е чем заканчивается? Петр говорит, я душу свою положу за тебя Иисус говорит, ты отречешься от меня трижды, прежде чем пропоет петух То есть еще вот день не начнется, петух же поет до рассвета И вдруг, пусть ваше сердце не смущается, верьте в Бога и в меня верьте Вот после того, как он говорит, один из вас предаст, ты отречешься Вот как же тут не смущаться-то? Как же тут верить? Тут наоборот надо ужасаться и говорить, что все очень плохо В доме моего отца много комнат Будь это не так, я сказал бы вам, что иду приготовить для вас место Я пойду и приготовлю вам место, а потом вернусь и заберу вас к себе Чтобы и вы оказались там же, где и я Путь, в который я иду, вам известен То есть ты отречешься, но все равно я тебя заберу отсюда Как? Почему? Вот это удивительное сочетание, с одной стороны, такого горького реализма И надежды превыше всех ожиданий Путь, в который я иду, вам известен Говорит ему Фома, в общем-то и читатель вместе с Фомой Господи, мы не понимаем, куда ты идешь Как же нам может быть известен этот путь? Ну, действительно, если даже мы поймем, что идет речь про смерть и воскресенье Но никто из нас не умирал И мы не понимаем, как это Говорит ему Иисус Я и есть путь, истина и жизнь К отцу приходят только через меня Если вы узнали меня, то и отца вы узнаете И вы уже знаете, уже видели его Говорит ему Филипп Господи, покажи нам отца, и нам того довольны Ну да, такая мелочь, вот отца увидеть Говорит ему Иисус Сколько времени я уже провел с вами, а тебе, Филипп, я все еще не знаком Кто видел меня, тот видел отца Что же ты просишь показать вам отца? Ты не веришь, что я в отце, а отец во мне? Слова, которые я говорю, я их говорю не сам от себя Это отец пребывает во мне и совершает свои дела То есть пути вы не знаете Отца вы не видели Мог бы сказать Иисус, раз вы все такие Между прочим, он это и говорит Про тех, кто его гонит Про тех, у кого отец дьявол вместо Авраама Да, и которые не знают, не видели отца Хотя гордятся тем, что все право сознают Потому что они знатоки закона А для учеников вообще ничего не нужно Вы не знаете пути Но меня вы знаете, говорит Иисус А я и есть путь Вы не видели отца, но меня вы видели А отец во мне То есть не нужно обладать каким-то богословским образованием Не нужно быть каким-то великим аскетом, мистиком, созерцателем Для того, чтобы все эти тайны увидеть Достаточно быть с Иисусом Говорит он фактически вот это Верьте мне, я в отце и отец во мне Верьте хотя бы из-за этих самых дел Аминь, аминь, говорю вам Кто верит в меня, тот сотворит те же дела, что творю я И даже больше того, потому что сам я ухожу к отцу То есть вот все эти самые дела, знамения, чудеса Которые постоянно происходили На которые указывал он в спорах с книжниками, фарисеями Вот и для учеников это хотя бы какой-то знак Ну вот, ну а в самом деле, ну а как верить? Мало ли кто что говорит А почему мы думаем, что Иисус на самом деле тот, за кого он себя выдает Смотрите на дела, говорит он Вот жизнь вокруг меня меняется Значит, отец действует в этом мире И чего бы вы не попросили во имя мое Я это совершу, чтобы отец прославился в сыне Да, о чем вы меня попросите во имя мое Я это совершу И вот что значит, я в отце, отец во мне Слова, которые как бы звучат лозунгами такими пустыми, да Но вот вы просите меня, говорит Иисус И я это совершу, чтобы прославить отца Чтобы в этом событии прославился отец Вот, собственно, это и есть Если вы меня любите, то будете соблюдать мои заповеди А я попрошу отца, чтобы он послал вам заступника Ну, традиционный перевод утешитель Ну, утешитель, это как бы кто-то там плачет А тот его утешает Заступника, который останется с вами навек Это дух истины Этот мир не способен его принять Он не замечает его и не признает Но вы его знаете, ведь он пребывает с вами Он останется в вас Как же знаем Они и путь знают, и отца знают, и дух и истины знают Ну вот, оставаясь с Иисусом Они все это знают, даже если они впервые об этом слышат Потому что это в действии проявляется А не в качестве каких-то абстрактных богословских категорий Сиротами я вас не оставлю, я вернусь к вам Еще немного, этот мир меня уже не сможет увидеть А вы будете видеть меня Ведь я жив, и вы будете жить В тот самый день вы поймете, что я в отце А вы во мне, как и я в вас Любит меня тот, кто хранит мои заповеди и соблюдает их А кто меня любит, тот будет любимым моим отцом И я буду его любить, я сам ему явлюсь То есть из того, что Иисус в отце, а отец в нем Следует и то, что к отцу ученики приходят через Иисуса И, соответственно, единство с ним Это единство с отцом Покажи нам отца, просит Филипп Ну вот, а что показывает-то? Вот ты уже здесь и сейчас с ним единый Хотя ты, может быть, этого не понимаешь А как этого достичь? Тот, кто хранит мои заповеди и соблюдает их Вот не, опять-таки, богословское образование Не созерцание, мистицизм, молитва, пост Я не знаю, там, добрые дела Что еще хорошего человек может сделать А просто хранить и соблюдать заповеди То есть жить в соответствии с тем, как учит Иисус И все Ну такая мелочь, да? Говорит ему Иуда Не Искариот, а другой Ну, важное замечание Искариот уже ушел Он уже собирается предать Господи, что же ты хочешь явить себя нам, а не всему миру? Ну, довольно логично, да? Потому что весь мир нуждается в этом Иисус сказал ему в ответ Кто любит меня, тот и слово мое будет соблюдать И отец мой его полюбит Вместе с отцом мы к нему придем и поселимся у него А кто меня не любит, тот не соблюдает моих слов И услышанное вами слово Оно не мое, оно от отца, который меня и послал То есть явить себя миру, видимо, означает Ну вот эти самые слова произнести для мира Эти самые знамения для мира сотворить Ну это все уже было Но если не любят, если не принимают Нужно ли с помощью чудес заставлять поверить? Нужно ли каким-то образом насиловать волю человека? Нет? Все это я вам сказал, пока я еще с вами А заступник, Дух Святой, которого Отец пошлет во имя мое Он вас научит всему остальному И напомнит вам все мои наставления Да, вот тоже Они, может быть, еще не понимают, но он с ними прощается И казалось бы, тот самый момент, когда Господи, ну а как вот, а что мы там еще не все поняли А вот это как? Да, вот кто-то уезжает надолго И дает указания, как действовать А не волнуйтесь Заступник, Дух Святой придет и все объяснит Ну потому что, если вы в отце И через меня, говорит Иисус, то, соответственно Будут и другие каналы связи Уходя, я дарую вам свой покой Вот здесь трудность перевода, потому что Ну там слово мир, но по-русски мир Это одновременно две вещи Это здесь имеется в виду покой, а не мир в значении вселенной Уходя, я дарую вам свой покой Нет, я дарую вам не тот покой, какой дает этот мир Так что пусть ваше сердце не смущается и не страшится Ну вообще-то мы все хотим покоя, да Вот мир в значении благополучия Не только отсутствие войны, но и отсутствие бедности Проблем каких-то, бедствий и всего прочего Но вот этот мир, он не дает этого по-настоящему Потому что всегда какой-то страх, какое-то опасение Какая-то опасность Вы слышали, что я вам сказал? Я ухожу, но я к вам вернусь Если бы вы меня любили, то порадовались бы за меня Я отправляюсь к отцу, а ведь он выше меня Я сказал вам об этом прежде, чем оно произойдет Чтобы когда все случится, вы обрели веру То есть заранее, да Вот какие-то слова даются на вырост Это все время в Евангелии у Иоанна происходит Потому что очень часто, ну вот как детям, да Что-то говорят, что они, может быть, не очень понимают Только потом вспоминают и осознают, что им было сказано Вот так и здесь Еще недолго мне беседовать с вами Приближается правитель этого мира Но надо мной он не власти Пусть знает весь мир, что я люблю отца И поступаю так, как он мне повелел Вот он предсказывает, конечно, предательство И правитель этого мира противопоставлен, как вообще этот мир с его покоем, да Противопоставлен отцу и всему, что с отцом связано Вставайте, пойдем отсюда Ну, то есть они находятся еще в помещении, где происходил этот тайный вечер В этой горнице И потом они идут в Гефсиманский сад Но здесь, конечно, эти слова можно услышать немножко иначе Как и была ночь, да, когда Иуда предатливо ходит Не только ночь, как время суток Каждые сутки бывают ночи, да Но и ночь, как время тьмы, власть тьмы И также здесь пойдем отсюда в каком-то смысле Пойдем из этого мира В этом мире нам больше нечего делать Хотя они еще остаются в нем Ну и в 15 главе эта речь, конечно, продолжится Продолжение следует...